Сейчас я вам расскажу, куда нужно бежать в наше нелёгкое время, когда кто-то в сторону Европы смотрит, тот, кто в Европе, в другие страны смотрит. Но бежать нужно даже не думать так, далеко всё гораздо проще. Я разработал уникальную схему и вам подскажу, как свою жизнь вы можете улучшить во много раз, если, конечно, руки растут из нужного места и вы хотите прилагать усилия. Если хотите сидеть на диване, это тоже, в принципе, неплохо. И они говорят, что это плохо. Я 33 года просидел в квартире, в муравейнике, можно так сказать, и знаю, о чём говорить. А эти ролики, которые я посмотрел, там люди, они говорят, но они не практики, я практика. Я просидел дома всю свою жизнь, ну почти всю. Поэтому вряд ли вы меня пересидели, или тот, кто смотрит меня из зрителей, вряд ли вы больше 33 лет, абсолютно ещё безвылазно. Я сидел месяцами, куда-то мусор выходил выкинуть в магазин, куда-то так. Вы вряд ли меня пересидели. Потому что просидеть столько времени дома, это очень сильный дух должен быть. У тебя очень сильная воля должна быть, чтобы не свихнуться. Сваливать лучше всего в деревню из города. Я вам сейчас плюсы обрисую очень существенные. Ну и так, может быть, минусы мы коснёмся, может быть, нет. Если вы на машине ездите, то в городе вы сейчас с парковками просто замучите. Светофоров понавтыкали везде, разве что из выездов со дворов забыли поставить. Везде. Даже если у вас город без пробок, это вообще идёт сейчас тенденция. Светофоры везде ставить. Всё равно везде они будут светофоровать. 100 метров проехал светофор, 200 проехал светофор, 300 проехал светофор. Ай, блин, рукой стукнулся. Ещё 100 метров проехал светофор. Будете сжечь бензин, приехали к дому, там у вас ни места, ни парковки, ничего нет. Только уехали на ваше место, сразу уже очередь из желающих, кто будет поставить машину. Опять приезжайте, место ищите, не можете неместен найти ничего. За паркинг будете платить, либо паркинг за миллион купите, либо он от 3,5 тысяч рублей в месяц паркинг стоит. Либо на стоянку будете ходить за три версты. Далеко. Стычки с соседями ещё постоянные. В любом случае они будут. Если выживать в большом доме, этажей хотя бы 12 в котором, то там по-любому один будет мусорить, один будет плеваться о курке, плёв-блёв, вот это всё. Чем больше людей, тем больше разногласий. По-любому у вас будут стычки. Если в деревне, может быть у вас что-то и будет, но в городе у вас сколько этажей? В 12 раз больше. Плюс капремонт, кварплата, платежи. Для этого, между прочим, сейчас и тенденция такая модная. Модно в город ехать. Для чего? Для того, чтобы как раз эти платежи удобнее собирать, эти платежи, если вы живёте в городе. Чё, вот в доме толпа людей живёт, раскидал капитанцы, всё. В сельское место? Не, там уже потяжелее с тебя взять что-то. За продуктами будешь в городе ходить каждый божий день, постоянно. Ну, затаришь-то это холодильник. И чё, погреба-то у тебя нету, и продукты у тебя не вырастут. Поэтому не нужно бежать куда-то в Европу сейчас. Мне пишет очень много европейцев. В Германии на столе на 150 евро штрафуют за то, что у тебя повязки нету. В других странах всё то же самое. Ну, почти во всех европейских. Большие штрафы за это, за всё. В деревне тебе никто ничего не сделает. Рыбалка, охота, домашний живот, мотоцикл можно завести в городе. Потому что я не представляю, как мотоциклисты живут. Куда-то в паркинг его поставить, если его не угонят там. Ну, это хорошо. Потом идёшь к себе домой, не знаю, за сколько верст. А то ещё и в гараж будешь ездить через весь город. Вот, это всё несерьёзно. И в городе здесь ничего и от тебя не зависит. Крышу захотят тебе сделают, захотят. Нет, отопление не включат, когда они захотят, а не когда ты захочешь. А там ты хочешь в туалет, в очку ходишь. Хочешь, если ты заботишься о себе, уважаешь себя. В доме туалет потихоньку сдалыш, мышей потравишь. Комфортно ведёшь. Если плюшки, захламишь, конечно, всё. Мусор в мухе будет летать, загадишь весь свой двор, весь участок. Да, если плюшка, то всё от тебя зависит, всё от хозяина зависит. Пробок нету никаких спокойствий, нет суеты. Поэтому я вам советую, нужно куда смотреть. Смотрите сейчас в сторону деревни. Если у вас много денег, то в сторону КП. Но в КП будут с вас собирать деньги за вывоз мусора, за уборку снега, за трансформатор, членские взносы будут. Коттеджный посёлок КП. То есть, туда, если вы уверены в своих депозитах, очень серьёзно вы уверены, то, пожалуйста, когда до туда. Но если вы не уверены, а сейчас я не знаю, кто может быть уверен, что у него всегда будет хорошо всё с деньгами, то лучше всего сваливать в деревню сейчас. Не за границу, не туда, чтобы поехать там работать, туда учиться, в заграницу куда-то. Но вы столько денег потратите. Будьте максимумом. В лучшем случае, если вам хорошо повезёт, по блату вы там куда-то устроите, вы комнатушку, студию там купите за границей. Это максимум. Это студия 30 метров. А так, за те же самые деньги вы можете в доме жить большом, где там 100 метров или 130, да даже 80. Это три комнаты. Представляете, что? 80 метров или 30 метров. В три раза ты можешь улучшить свой уровень жизни. В три. Сейчас нужно наоборот. Посмотрите на тенденцию. Идите против толпы. Толпа едет в город. Вы из города едете. Толпа вкладывает деньги в депозит. Вы, например, в биткоин вкладываете. Толпа идет сегодня куда-то туда, а вы наоборот никуда не идёте сегодня. Вы дома сидите. Во!